К теме городских дорог. Лето в 2023 году полно погодных аномалий, которые способны усугубить давние проблемы и недочеты на дорогах. Ведь, как говорится, где тонко, там рвется. Разбитый асфальт на некоторых дорогах и в сухую погоду доставляет массу неудобств. А уж после обильных дождей и тем более. Подробнее ситуации на дорогах в нашем сюжете. Ежегодно в областном центре производится замена асфальта и не только. Все для комфортного передвижения машин. Но почему-то на некоторых улицах города все еще ситуация вот такая. Граждане обеспокоены. Что же делать? Видимо, пора приобретать подводные лодки. Впечатляющая дорожная аномалия развернулась, а точнее разлилась в пролетарском районе областной столицы. Здесь после прошедших дождей вместо проезжей части сформировалось никому не нужное водохранилище. Ямы не дают покоя водителям и даже пешеходам. Однако нельзя отрицать, что дорожные работы в городе производятся регулярно, но иногда со странной логикой. Например, здесь, на пересечении улицы Волынской и Красина, где с одной стороны шикарный асфальт, а с другой его полное отсутствие. Как вам вообще? Нормально? Ситуация ужасная. Уже очень долгое время покрытие находится в таком состоянии. Все машины приходят в негодность и очень сложно ездить по этой дороге. А сильно страдает транспорт вообще? Очень. Плохие дороги. Написано, что я просто в такси работаю, хотела проехать как короче, а получается еще хуже. Ремонт дороги завершился совсем недавно. Его настойчиво добивался несколько лет депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. И не один год уже обращался к администрации города, к различным нашим дорожным департаментам с тем, чтобы отремонтировать вот этот участок дороги. Ну и вот, как говорится, не прошло и три года, все-таки пошли навстречу власти, отремонтировали значительный кусок, как мы видим, сделали очень хорошо, качественно, по всем нормам. Но вот каким-то непонятным образом вот эти буквально тут 15-20 метров не нашлось возможности отремонтировать. Будем выходить на администрацию, просить как-то включить это в ближайшее уже время, в план работы, чтобы, может быть, хотя бы по временной схеме крошкой вот этой асфальтобетонной грануля там отремонтировать. Согласно расхожей поговорке, под лежачий камень вода не течет, а значит и самим горожанам и обеспокоенным состоянием дорог в областном центре стоит не только набраться терпения, но и самим быть более активными. К примеру, можно обратиться к заявлению в администрацию района или к депутату своего избирательного округа за помощью в решении проблемы. Что же касается многострадального перекрестка Волынской и Красина, то Дмитрий Нечаев уже направил соответствующее обращение в департамент дорожного хозяйства. А значит, можно надеяться, что в ближайшее время ситуация на улице Волынской исправится.